Константин, ученик маловеземской школы, спортсмен и очень рассудительный молодой человек. Правила дорожного движения знает хорошо, но в этот раз почему-то поспешил и перебежал Можайское шоссе. Хотя ПДД настоятельно рекомендует проезжую часть все-таки переходить, а не перебегать. Как надо переходить на верхнюю часть? На какой сигнал он говорит? На зеленый, я на зеленый шоссе. На зеленый, правильно, молодец. Дальше. Когда мы переходим в проезжую часть, куда мы смотрим? На лево и на право. Я посмотрел. Посмотрел. Так, хорошо. Видишь, уже два условия сделок. А бежим мы почему? Чтобы успеем на всякий случай. Перекресток на 42-м километре Можайского шоссе. Место непростое как для водителей, так и для пешеходов. Первые здесь нередко стоят в пробках, а вторые, чтобы перейти дорогу, вынуждены протискиваться между автомобилями. Дети тут переходят, это жутко. Ну, я понимаю переезд, но и с левого, и с правого ряда куча всегда. И вот дети вот так вот. Я лично хожу встречаю, специально хожу встречаю. Уж сколько раз твердили миру, но некоторые пешеходы по-прежнему перебегают оживленное шоссе в неположенном месте. А отдельно взятые водители не пропускают людей на переходах. В очередной раз напомнить о необходимости соблюдать правила. Главная цель оперативно-профилактического мероприятия – пешеход, которое проводится сотрудниками 10-го батальона с 15 по 21 января. Отработка нарушений, являющихся основными причинами. То есть это движение вдоль тротуаров, не по пешеходным дорожкам, пересечение проезжей части вне перекрестка, вне пешеходных переходов. За безопасность на дорогах инспекторы 10-го батальона борются не только с помощью профилактических мероприятий. На самых проблемных пешеходных переходах и возле образовательных учреждений в часы пик дежурят патрульные. Принимаются меры в виде установки тросового ограждения на автомобильных дорогах А100 Можайское шоссе и М1 Минское шоссе. На Можайском шоссе также производится установка Г-образных опор с выносных консолей с установкой дорожных знаков. Пешеходный переход нового образца вводится в эксплуатацию. Светофорные объекты вызывного типа. Гражданин подходит, нажимает кнопочку, соответственно, загорается сигнал светофора, он переходит в проезжую часть. Да и штрафы за нарушение правил дорожного движения еще никто не отменял. Административный протокол может быть составлен в отношении как водителя, так и пешехода. Отсутствие документов у последнего не причина избежать наказания, а лишь повод оказаться в полицейском участке, где будет не только установлена личность нарушителя, но и выписан протокол.